А перед началом обзора я хочу порекомендовать вам отличную игровую мышку SteelSeries Rival 300 CS GO! Уверен, такой грызун придётся по вкусу всем ценителям старый добрый Counter-Strike, при этом не только за счёт своего крутого внешнего вида, но и за отличное качество. Мышка потрясающая в плане материалов, сразу чувствуется, что вещь очень дорогая и при этом надёжная. В плане использования здесь тоже всё на высшем уровне, так что точно будете в первых строчках по фрагам. Ссылочку на грызуна я конечно же оставляю в описании, поэтому переходите. Привет интернет, с вами Илья и это новый топ игр на канале Игродень. Я подобрал семёрочку новинок и обновлений за прошедшую неделю и очень надеюсь на вашу поддержку. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, кстати самых активных я буду показывать в следующем обзоре. Ну и не теряем время, поехали! И первый экран на сегодня это онлайн стратегия Викингс Вар оф Клан. Добро пожаловать в загадочный мир викингов, где царствует свобода, сила, страх и жестокость. Мы берём на себя командование армии и наша задача это обеспечить процветание нашего королевства. Так по ходу игры мы строим новые здания, улучшаем своё королевство, добываем полезные ископаемые и конечно же создаём могущественную армию. Также вступаем в клан и общаемся с другими игроками и просто выполняем игровые задания. В игре к слову просто огромное комьюнити и это с одной стороны хорошо, так как можно найти союзников, так и с другой стороны плохо, потому что врагов будет тоже предостаточно. В общем нам в любом случае нужно быть прямо на чеку, чтобы ко всему быть готовым. Я к слову сам здесь частенько играю и вас тоже призываю присоединиться. Скачав игру по ссылке в описании вы конечно же получаете бонусное золото, так что торопитесь. Ну а мы идём далее и вторая игра на сегодня это Lighthearted Box, головоломочка для андроид-девайсов. Перед нами логическая, бесплатная игра с использованием фигур, известная в народе как Tetris. Пока что разработчики создали именно классическую вариацию Tetris, но как я понимаю в плане будет расширение игровой механики. Не знаю как вы, но в детстве я ходил с Tetris, поэтому данная игра вызывает у меня прям самые приятные воспоминания. В общем-то для тех кто не в теме, здесь всё просто. Мы переворачиваем падающие фигуры и располагаем их таким образом, чтобы выстроить их в ряд. Если нам этого всё-таки удается добиться, то они тут же сгорают, а мы в свою очередь получаем очки. Далее фигур становится всё больше и больше, они гораздо быстрее начинают падать и игра так или иначе заканчивается. При этом свои достижения мы уже можем сравнить с другими игроками. В общем игрушку точно советую попробовать, уверен вы не пожалеете. Крэйзи волейбол, ещё один очень интересный проект для наших девайсов. Это по-настоящему сумасшедший волейбол со странными локациями, странными героями, а также странными мечами. В общем-то здесь на самом деле всё максимально странное, но при этом игрушка и цепляет. Как думаю уже понятно, здесь будут такие вот классические правила волейбола. То есть нам необходимо сделать так, что мяч оказался на стороне противника и при этом стукнулся о землю. Таким образом мы получаем очки и игра будет продолжаться, пока один из игроков не получит определённое количество баллов. Вот так вот казалось бы всё максимально просто, но при этом игрушка действительно затягивает. Я думаю вам самим нужно в этом убедиться. Особенно лично меня порадовали разные вариации спортивных снарядов, среди которых есть баскетбольный мяч, футбольный, коробка почты и ещё многое-многое другое. Также игра обладает просто огромными возможностями в персонализации, что тоже очень здорово. В общем рекомендую попробовать. Dead Heads идёт в запуск данной игрушки. Перед нами новый шутер с отличной графикой, прекрасным геймплеем и просто затягивающей атмосферой. В игре присутствует несколько режимов, здесь есть как одиночное прохождение, так и конечно же мультиплеерные сражения. В игре конечно же можно будет прокачивать оружие и изменять скины, что многие сейчас любят. Также предусмотрена мировая таблица лидеров и возможность приглашать друзей в кланы, в общем тоже рекомендую заценить. Да здравствует король, это интересная смесь платформера и гололомочки для наших андроид-девайсов. Место действия это Франция, время действия это Великая Революция. Революционеры планируют казнить Людобика 16-го и нам предстоит в этом вот поучаствовать. После смерти видимо уже никто не помешает захватить власть в стране и прибрать к рукам всё её имущество. Ну и вы в общем-то последняя надежда народа Франции. Наша задача это спасти монарха и изменить ход истории. Ну а следующая игрушка на сегодня у нас на пиратскую тему и лично меня она прям очень зацепила. Весёлый Роджер развивается над твоим кораблём, капитан. Сталеньким пиратом и бразди морские просторы на вооружённом до зубов корабле. Торгуем, собираем лучших гололезов в своей команде и побеждаем в морских сражениях. Против нас будут как другие пираты, так и различные мифические чудовища. В общем точно здесь не соскучитесь. Ну и последняя на сегодня это игрушка Ace Racing Turbo и разработчики приглашают на бета-тестирование данного проекта. Особенностью данной аркады будут невероятно сконструированные трассы, бросающие вызов законному физике. Здесь уж вам точно потребуется хорошая реакция, а также отличная техника вождения, иначе просто никуда. Промчаться по таким трассам можно будет на очень крутых ярких гоночных машинках, поэтому я думаю многие геймеры такое оценят. Ну и ещё лучше здесь не просто гонять, но и пригласить друзей и устроить самые весёлые соревнования. Ну что ж, на этом наш такой небольшой топ подходит к концу, и я очень рассчитываю на вашу поддержку. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. Ну а у микрофона был как всегда Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok